Следственный комитет Российской Федерации сообщил, что молекулярно-биологическая экспертиза погибших при крушении самолета в Тверской области Российской Федерации закончена и все 10 жертв опознаны. Следственный комитет также подтвердил, что на борту находился Евгений Пригожин и таким образом он также является погибшим и вроде как в этом деле можно ставить точку. Но я бы торопиться не стал и хотя я очень не люблю конспирологию, я предложил бы немножко поанализировать. Это дело совершенно не в высоком профессионализме российских экспертов, которые сумели практически в выходные дни провести эти свои экспертизы, добыть сравнительный биологический материал всех находившихся на борту, в том числе например стюардессы Кристины Распоповой. И вообще к самим экспертам никаких претензий быть не может, потому что они проводили сравнительный анализ того материала, который был им предоставлен. А уж что было предоставлено, это вопрос второй. И дело также не в том, что прокомментировавший это происшествие Владимир Путин, мало того, что выглядел уж слишком спокойным по отношению к гибели одного из значимых персонажей сегодняшних боевых операций Российской Федерации. И что он даже не стал акцентировать внимание на то, что вместе с Пригожиным, по официальной информации, погиб и сам Вагнер Уткин, которого тот же Путин очень хорошо знал, награждал и не раз с ним встречался. Ну а всякая нелепая аргументация, что это, дескать, показательная казнь и поэтому у Путина такая странная реакция, это чушь, о которой мы рассказывали еще в нашем предыдущем видео. Нет, у меня вопросы вызывают совершенно другие вещи. В частности, как могло такое случиться, что в одном самолете неожиданно оказались оба стержневых персонажа ЧВК Вагнер, а кроме того, несколько еще хорошо известных персон из этой же организации. Но главный вопрос, который меня беспокоит и на который бы хотелось получить ответ, а как, собственно, Евгений Пригожин оказался в этом Эмбраере? Если, конечно, он там оказывался. А это не инсценировка в каком-нибудь голливудском стиле с покинувшим самолет с помощью парашюта летчиком и дальнейшей имитацией катастрофы. Для того, чтобы попасть в этот самолет, на этот странный рейс, Пригожин должен был сделать как минимум одну вещь. Он должен был вернуться из Африки. Общий план его визита в Африку стал известен. 18 числа он был столицей Центральной Африканской Республики Банги, где встречался с местным руководством. На следующий день, согласно информационным сообщениям, а именно 19 августа, Пригожин встречается с суданцами. При этом, правда, не вполне понятно, происходила ли эта встреча также в Банги, либо он перелетел в Хартун. Дальше сообщается, что после встречи с суданцами Пригожин вылетает в Мали, в Бамако и оттуда в Москву. Понятно, что у Пригожина было два варианта. Использовать гражданскую авиацию с регулярными рейсами, либо некий специальный борт. И так как в публичном пространстве детали его передвижения не сообщались, то следует рассмотреть эти оба варианта. Начинаем, разумеется, с гражданской авиации. Если вы посещали когда-либо Африку южнее Магриба, то наверняка сталкивались и с африканскими расстояниями, и аэропортами, сильно отличающимися по своим условиям от аэропортов европейских, азиатских, американских. Причем, если в главных городах Южноафриканской республики аэропорты иногда еще могут напомнить европейцам что-то близкое, то в большинстве столичных аэропортов африканских государств уровень оказывается совершенно другим. Сами перелеты редко выполняются в соответствии с объявленным расписанием, а международные рейсы, за редким исключением, обслуживаются авиакомпаниями неафриканских стран, либо как в случае с интересующими нас маршрутами, такими перевозчиками, как Air Marocco или Эфиопские авиалинии. Что касается африканских расстояний, от столицы Центральной Африканской республики Банги до Бамако напрямую более 3000 километров, от столицы Судана Хартума до Бамако немногим менее 4500 километров. Казалось бы, это всего 5,5 часов лету, но конечно же так не получается и выполняющие рейсы из Хартума в Бамако эфиопские авиалинии затрачивают на перелет около 13 часов, делая остановки. Из Банги добраться в Бамако еще сложнее. Марокканские авиалинии, которые предлагают подобный перелет, затрачивают более 17 часов, точно так же имея остановки в полете. А ведь здесь речь идет всего лишь о перелете из африканских столиц в столицу Мали с целью возможного дальнейшего перелета в Москву. Понятно, что подобный перелет осуществлять Air France невозможно, по хорошо известным причинам. Изучение возможных вариантов, привязки к известным датам, хочу напомнить, что в африканские столицы из-за пределов континента перелеты не всегда осуществляются ежедневно. Так вот, изучение приводит к возможности использования двух гражданских авиакомпаний. Эфиопские авиалинии и турецкие. Последние россиянам хорошо известны, но а кто оказывался когда-то в Африке, знает и про эфиопские авиалинии. Кстати, вполне неплохая компания, экипажи там интернациональные и каких-либо нареканий лично у меня они никогда не вызывали. Вопрос в другом, вопрос во времени. Самый быстрый перелет с Turkish Airlines при полном соблюдении расписания, чего обычно не бывает, составляет более 20 часов с соответствующими остановками. Эфиопские не намного меньше, около 18 часов. Если просуммировать только чистое время полета в рамках расписания, то окажется, что оно от 34 до почти 50 часов. Не говоря о всевозможных задержках, о необходимости прибытия в аэропорт, в особенности в африканских странах, ну как минимум за 2 часа, во многих из них процесс регистрации превращается просто в какую-то свалку. При этом я понимаю, что использование гражданского транспорта при подобном напряженном графике, а не будем забывать, что был еще прилет в Африку, перемещение между различными африканскими странами, должен происходить, разумеется, в комфортных условиях первого или бизнес-класса. Но не у турок, не у эфиопских авиалиний, насколько мне помнится, первый класс отсутствует, есть только бизнес. И отличается он, в первую очередь, режимом питания, некими преференциями по багажу, ну и чуть более комфортабельными креслами, не более того. А чтобы лететь с комфортом и использовать какой-нибудь Этихат или Эмирейтс, нужно подбирать совершенно другое расписание полетов. И оно точно не уложится в тот временной интервал, который мы рассматриваем. Как, собственно, не укладываются в этот формат и рассмотренные перелеты? Если бы Евгений Пригожин попытался бы вернуться гражданскими рейсами, у него просто ничего бы не получилось. Остается спецборд. Но что это за спецборд? Понятно, что на самолетах типа Эмбрайера, который является всего лишь летающим автобусом, и с большой натяжкой можно даже назвать среднемагистральником, далеко не улетишь. Дальнемагистральники типа Эрбаса 380 или Боинга 777 или 787 Дримлайнера в распоряжении Вагнера нет. Какой-то транспортник? Да, пожалуй, это могло бы быть. И некая экономия времени при этом возможна. Хотя, по всей вероятности, ему также придется где-то на транзите заправляться. Но все остальные внутриафриканские перелеты, они ведь никуда не денутся. Да, там в какой-то степени тоже возможна экономия времени, если будут использоваться какие-то военные транспортники местных властей в ущерб комфорту. Но в любом случае, после такого марш-броска, включавшего в себя и перелет из союзного государства России и Беларуси в Африку, человек вряд ли попадет в Российскую Федерацию раньше 22 числа. И попадет он туда в состоянии выжатого лимона. Какая такая необходимость этому выжатому лимону, а выглядит так, что и остальные вагнеровцы, которых назвали в качестве пассажиров этого рейса, также прилетели из Африки. Вот с какой стати этим выжатым лимоном, без какого-либо отдыха, на следующий день садиться в не очень-то комфортный летающий автобус и лететь куда-то в сторону города Питера. С тем, чтобы в результате свалиться в таком месте, где тебя не сразу-то найдут, вдали от более-менее крупных населенных пунктов. Это при том, что во время всего этого российско-африканско-российского марш-броска фигурант встречался, вел переговоры, посетил несколько африканских стран, отделенных друг от друга многими тысячами километров, тратил при этом некоторое время на сон и прием пищи и на несомненные многочисленные технические задержки и накладки, которых просто не могло не быть. Здесь вопрос уже не столь в каком-то богатырском здоровье, сколько просто в перезарядке собственного организма, как изрядно севшей батарейки, для того, чтобы дальше можно было эффективно работать. И это я заявляю со всей ответственностью, как человек, который сам неоднократно проделывал подобные перелеты на разных континентах, находясь в воздухе по 25-30 часов в течение двух-трех дней. В связи со сказанным, кто-то скажет фантазии, конспирология, глупости, все ясно, вопрос закрыт. Я по-прежнему считаю невозможным следовать официальным заявлениям о том, что Евгений Пригожин, куратор ЧВК «Вагнер», находился на том злополучном эмбраире и погиб. Я не исключаю возможности его гибели, однако версия о том, что по какой-то причине, возможно, имеющаяся информация о том, что на Пригожина и Уткина объявлена охота со стороны спецслужб тех государств, которые Российская Федерация и Кремль считают недружественными, основным местом этой охоты, по-видимому, была выбрана Африка и проводится подобная операция прикрытия. И подобная версия мне отнюдь не кажется плодом безудержной фантазии или примером конспирологии. И в заключение несколько слов о том, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело нарушение правил безопасности использования техники в воздушных судах. Эмбраер, несмотря на то, что это действительно летающий автобус и довольно некомфортный, один из самых безопасных самолетов. Эмбраеры имели 8 инцидентов, которые можно отнести к катастрофам, так как после них самолет не подлежал восстановлению. При этом не было ни единого смертельного случая.